Пишем? Тварь Что-то у нас офигенный какой-то первый съемочный день Тварь Господа, действительно немного странный вид и немножко сумбурное начало Но я представляю сейчас из себя типичного владельца рейндж-ровера Не выспавшийся, с немного красными глазами, взъерошенные волосы и трехдневная щетина У меня действительно в последнее время нет времени ухаживать за собой Я постоянно живу в сервисе Дело в том, что после окончания съемок первой части Панторецки Мы притащили ее во дворы и я честно попытался все это починить сам Но не понял, все провода на месте, все разъемы вотнуты Все хорошо, но симптомы те же Поскольку машина эта у меня недавно Но я честно не знаю, на что смотреть Да, 62-й мотор для меня это новинка Поэтому мы нашли выход, как всегда Слава Богу, мы не первый день в видеоблогинге И я, в общем-то, представлял, на что иду Поэтому мы обратились к нашим старым, давнишним, вернее, друзьям Компании Экспокар Привлачили эту машину сюда, к дилеру Который, впрочем, занимается китайскими машинами Но по случаю моего обращения даже подтянули спецсканер И нам удастся сегодня с этой машины прочитать ошибки И вообще как-то оценить ее специалистами Нам повезло, мы скинули ошибки Хотя чек снова загорелся и горит довольно стабильно Но ведро, по крайней мере, заводится Проблемы по мотору То, что он глохнет, иногда не заводится Первое, связано с пропажей искры на всех свечах На всех прямо На всех, да Связано это может быть и с самими свечами И с согласованием с блоком БУ И с модулем зажигания С датчиком ДМР Который работает не в своей, скажем так В своей зоне То есть он показывает всякую ерунду, да? Ну, показания вообще И близкие сайты, которые должны быть изначально То есть что-то в ней он дает, а по факту оно не соответствует Слишком высокий, слишком низкий То есть и то, и то присуще Так, лямбда Две передние, обе мертвые То есть у тебя Может и заливать свечи, может и бедницами И все что угодно творить Менять желательно, конечно, все сразу же и вкупе Иначе встанешь где угодно То есть никакой гарантии, что ты будешь ездить долго и счастливо нету То есть вот реально в любой момент Я еду, еду, там заглушился Могу уже не завестись просто так Ну, если ты едешь, ты, скорее всего, будешь ехать там, да? В какой-то режим аварийном Ну, если ты заглушился, ты можешь уже не завестись, да? По электрике АБС То есть неисправен датчик положения руля То есть вот тоже под замену и запись Ну и дальше уже смотреть, что соответственно будет А дальше потихонечку ремонтировать, да все остальное Помимо всей канители, которая у нас вылезла по мотору Естественно, также глянули лакокрасочное покрытие Подвесочку И на самом деле все оказалось не очень-то и печально Все согласно возрасту И такого, чтобы прям срочно бежать и менять что-то там понизу Не обнаружилось Ну, вернее, есть там одна вещь Но об этом в следующих выпусках Ну, вы просто ляжете все Там на самом деле дикий прикол присутствует Но всего один Пока же ездим и надеемся, что нам потихонечку удастся все это поменять Еще раз не прибегая к помощи эвакуатора Немножечко поездив по городу, окончательно поверив в себя Забыв все невзгоды от того, что еще совсем недавно мы ездили на эвакуаторе Я двинулся на этой машине за город Но в тот самый момент, когда ты на этом автомобиле выкатываешься на трассу Ты понимаешь, что все те испытания, которые выпали и еще выпадут на твою долю с этим автомобилем Все эти налоги, стоимость ремонта, запчастей и полный список автомобильных сервисов города Санкт-Петербурга Все они отходят на задний план Ты как будто выпил ту самую пилюлю, ради которой все это затевалось Сейчас ты испытываешь те ощущения, которые заставляют тебя забыть про все незгоды с этим автомобилем Потому что то количество позитива и то количество суеты, которое берет на себя этот автомобиль Заставляет тебя понимать, что все это было не зря На этой машине ты понимаешь, что тебе нужно на трассе просто разогнаться до 100 км в час При этом тахометр практически никогда не вылезает за 3000 оборотов Вот так вот включить круиз-контроль Здесь ты понимаешь, зачем у тебя вот этот подлокотничек Ножки складываешь на пол, устраиваешься вот так двумя локотками и едешь Эта колесница просто пожиратель трассы Она проглатывает километры с такой скоростью Ты даже не успеваешь подумать, как ты доехал до своей любимой дачи или любой другой точки назначения Даже если сейчас рассматривать меня как человека, уже поездившего на автомобиле за любое количество денег Которые могли предложить мне в принципе любое количество комфорта Осознавая тот факт, что я еду на своей машине стоимостью 415 тысяч рублей по трассе И она дает мне такое количество позитивных эмоций Резюмируя все это кратко и емко, я могу сказать просто Господа, я абсолютно счастлив Добравшись до заветного места, мы начали делать то, чем занимаются 90% простых парней, купивших свою тачку Это приводит ее в божеский вид своими силами Без особых положений денег, просто разбираются, что с ней и да как И пытаются устранить все эти мелкие недосчеты В общем, сделать так, чтобы она выглядела красивее за ту же самую цену В первую очередь мы закрашиваем все возможные сколы кисточкой И из простой замазки, вот этот, который для ногтей, как я ее называю, купленный в магазине за 150 рублей А сколов у нас оказалось вполне себе достаточно Во-вторых, достав из кладовки еще дедушкин брикет с пастой и гой Мы, конечно же, полируем задние фонари, полируем фару и полируем подножку Диски, это, как вы знаете, 90% облика автомобиля Поэтому для того, чтобы он смотрелся, нужно в первую очередь сделать, чтобы диски были блестящими В нашем случае, конечно, была куча косяков В виде того, что на дисках оставались старые наклейки от предыдущих грузиков Куча гудрона и внутренняя полка, она здесь очень широкая, потому что диск широченный Внутренняя полка не была намыта, она была серая Для этого диски приходится снимать, полностью обливать их керосином, чтобы они в нем откисали И дальше мы сначала пробовали тереть их обычной грубой губкой Такой, знаете, как для посуды, для которой вот можно самое загрязнение жира тереть Но диски-то оказались дурацкими и китайскими Поэтому эта губка снимает даже лак В общем-то, для этого была куплена маленькая кисточка, по-моему, за 10 рублей И пришлось все это, подобно археологу, вот этой кисточкой оттирать плавненько Так, чтобы этот гудрон слазил нежно Вот это типичная инженерная мысль конструкторов Land Rover Какие-то коробочки, это у нас, по-моему, АБСный провод С проводами какой-то, вот там все уже на изоленте, 10 раз битое и перебитое Все это в таком месте, где никогда ни воды, ни соли, ничего не бывает Все продумано, все продумано жопой, к сожалению Потому что ничем другим эти люди никогда не работали И даже не собирались Далее интересный момент с суппортами и тормозными дисками Вот той частью, которая уже касается непосредственно ступицы Все это ржавое и смотрится убого Чтобы сделать все это like new, ну или покрасить в красный Ну, понадобится как минимум баллон красной краски Ну и потом красный это уже просто пошло, на такой машине тем более Здесь стояли иногда тормоза, которые назывались Brembo Да, и эти суппорта действительно красные В нашем же случае суппорта оказались BMW Они маленькие, однопоршневые, убогие Поэтому их красить было решено в серебристый цвет И здесь я прибегнул к старому такому средству Опять же, очень дешевому, которое называется серебрянка Во-первых, серебрянка красится кисточкой А суппорт, покрашенный кисточкой, гораздо дольше остается в своем покрашенном цвете В итоге, в плане колес мы получаем потрясающий вид, как будто все свежее Кстати, если вдаваться в подробности У нас действительно тормоза по кругу все свежие Но у нас теперь там нет ничего ржавого И глядя на эти колеса, создается действительно ощущение нового автомобиля Всем, у кого до сих пор не так, рекомендую Процедура занимает полдня А ваши собственные ощущения от автомобиля уже совсем другие Ну и, соответственно, в рамках минутки непродажности Нам нужно было что-то сделать с подстаканником Который залип, он залит чаем и не выезжает Пользоваться ВДшкой мне показалось тупо Потому что она слишком вонючая Благо, наш генеральный спонсор ВМП Авто Делает кучу смазок, которые называются силикот Они разные для разных целей Но суть в том, что они не так мерзко пахнут И также проникают во все ворота Опять же, с силикончиком Что добавляет интима нашим выпускам Ходят слухи, что у нас его недостаточно Ну, собственно, будем добавлять Поэтому тупо заливаем это туда И верим в чудо О, спасибо ВМП И главное, при этом нет шмона керосина, как в АТшке Я вам говорю, реально, силикот, он воняет прям лютиками конкретно Вернее, даже благоухает ими Шикардос Кстати, интересные новости Компания ВМП Авто стартует весьма примечательную акцию Которая называется ЗАТАК Суть ее адресована хозяевам дизельных ренджей Последних годов выпуска Поэтому, если вам повезло И в вашем распоряжении находится таковой То не поленитесь Доедьте до сервиса И возьмите с поддона, снизу двигателя Пробу масла Внимательно ее изучите И если вы обнаружили в ней нечто подобное, что вы сейчас видите на экране То есть стружечку в масле Свяжитесь с представителями компании ВМП Авто Все ссылочки есть в описании под этим видео И вам вышлют присадку iMagnet совершенно бесплатно Вот такая вот акция доброй воли от компании ВМП Авто На которую выделено 100 флаконов присадки Поэтому, если вас что-то беспокоит Берите пробы масла Проходите по ссылочкам в описании И больше не беспокойтесь Удачи! И снова последний дубль записывается немножечко не таким Каким, ну, я бы хотел его видеть Дело в том, что когда ехали обратно в город Почему-то погасла левая фара Это ксенон Я уж пытался и так и сяк Он пару раз загорелся Но потом все равно погас окончательно На приборке выдалась соответствующая табличка Даже колбы поменял местами В общем, блок розжига левый шалит Также из бампера отвалился датчик переднего парктроника Несмотря на то, что передний парктроник в принципе не работает Но у него соно отваливаются датчики И еще из неприятного начало скрипеть И немножко сильнее остальных греться правое заднее колесо В общем, машина конкретно люксовая Будем со всем этим бороться и дальше И все время вы будете спрашивать Купил себе корыто и прочее Да, конечно, нужно было купить новый Solaris И сделать проект с ним Это же всем так интересно Новая машина, с которой ничего не происходит Но мы взяли рейндж и будет весело И есть один секрет Ты его запомни Никому не говори Не умею Не бойся И не проси Складываешь Лопайся И перед началом каждого дела Сходу вспоминаешь эти три правила Но я тебе не верю А ты не верю А ты не верю Редактор субтитров А.Семкин